Кто-то скажет, что в условиях стремительного развития технологий, когда все то, что ранее казалось недосягаемым, а сегодня становится доступным, полет на вертолете не является чем-то необычным. Сел и полетел, главное, чтобы финансовые возможности позволяли. Однако, так ли все просто? Аэродром Чкаловский ассоциируется у Щелковцев в первую очередь с самолетами. Мы часто видим, как они взлетают, идут на посадку, с интересом разглядываем судно в воздухе. Однако есть на аэродроме и другие летательные аппараты, благодаря которым выполняются важные для всей страны задачи. И это вертолеты. Накануне Дня защитника Отечества нам выпала уникальная возможность побывать в вертолетном полку, понаблюдать, как настоящие профессионалы выполняют свою непростую и рискованную работу. Мы убедились в том, что быть летчиком – это не только романтика. Это, в первую очередь, огромная ответственность, нелегкий труд. Этим людям нередко приходится сталкиваться с экстремальными ситуациями. Но, несмотря ни на что, они остаются верны своей профессии, своему выбору. Это их призвание, священный долг – Родину защищать. Перед каждым полетом, будь то учебная цель или специальное задание, всегда в обязательном порядке предполетная подготовка. Военнослужащие собираются в специальном классе предполетных указаний и разбора полетов. Самая первая – постановка задач командирам, сначала командному, а затем летному составу. Это настолько важно, что все записывается на диктофон. Цели и задачи предстоящих полетов. Простых и сложных метеорологических условиях. Восстановление навыков летным составом после выхода из отпуска, перерыв полета более 30 суток, поддержание на тренированности выполнения обязательных норм налета, переучивание на новую авиационную технику, выполнение полета согласно плану графиковых проверок, поддержание на тренированности заходов на посадку с использованием посадочных систем в закрытой кабине под шторкой. Полеты производить в соответствии с плановой таблицей. Летную смену начинать и заканчивать установленную плановой таблицей полетов время. Учитывается все – наземная и воздушная обстановка, в каких режимах будет осуществляться связь, метеорологические условия. Об этом докладывают старший штурман части, руководитель полетами, связист, метеоролог и все, кто имеет отношение к организации полетов. Все учитывается до мельчайших деталей. Мерам по обеспечению безопасности полетов особое внимание. Выберен четкий алгоритм действий. Погода будет определяться влиянием циклона запада. Ожидаем следующие условия. Облачность – 70 баллов. Верхняя – средняя. Слайстокучевая. Высотой нижней границы основного слоя – 300-500 метров. С понижением к концу смены – 200-300 метров. Дымка, видимость – 6-10 километров. Ветер сохранится южный. 160-180 градусов по силе – 4,7 метра в секунду. Порывы – до 12. Температурный режим – 0, доклад закончен. Доклад принял. Перед запуском тщательно принимать и осматривать технику всем составам экипажа. Перед полетами пройти 13 кабинет вертолета всем составам экипажа, выполнить проверку системы оборудования. Перед выруливанием проверять включение всех систем и агрегатов согласно карты контрольных проверок с записью на магнитофон. На рулении соблюдать условия безопасности. Перез летом на контрольном висении проверить запас мощности и устойчивость, управляемость центровку вертолета. В полете ввести контроль за работой системы вертолета остатком топлива потребуем для ухода на запасной аэродром. Безопасность первостепенна. На это вертолетчики не жалеют ни сил, ни времени. Цена ошибки может быть очень высока. Особенно интересно наблюдать за тем, с какой сосредоточенностью военные, готовясь к полету, выполняют расчеты, изучая маршрут. В бою сапог надежнее. Помните цитату из известного фильма. Вертолетчики доверяют старым проверенным методам. Бумажная карта, карандаш и навигационная линейка – самые надежные инструменты, которые используют летчики и штурманы для выполнения расчетов при подготовке к полету и во время его проведения. Благодаря простому алгоритму действий в пару движений можно найти необходимые нам значения. Например, мы можем найти по известной скорости и за известный промежуток времени мы можем найти расстояние, которое мы пролетим, пользуясь определенными шкалами. Вот показываю наглядно. Устанавливаем напротив красного треугольника скорость полета, например, 200 км в час. Вот. И, например, летим мы 10 минут. Следовательно, время 10 минут по вот этой шкале, по второй. Совмещаем с первой шкалой. Получается, со скоростью 200 км в час за 10 минут мы пролетаем 33,5 км. И кто-то скажет, зачем же людям, которые чуть ли не с закрытыми глазами могут управлять вертолетом на высоком уровне, владеющим пилотированием воздушным судном, так усердно готовиться? Нужно понимать, полеты – дело нелегкое и ответственное. Например, из разговора с военными мы узнали, что управлять вертолетом сложнее, чем самолетом. Дело в особенностях аэродинамики. Автопилот только помогает в управлении. Здесь каждый раз, как первый раз, говорят летчики, конечно, все они – профессионалы своего дела. Изучили матчасть от корки до корки, но каждый член экипажа из раза в раз, прежде чем отправиться в полет, проходит тренажи. Тематика тренажей. Отказ одного двигателя на высоте более 100 метров, неустойчивая работа двигателя, помпаж. Загорание табула осталось 270 литров. Сейчас, значит, составом экипажа штатным проходим в кабину по очереди и приступаем к проведению тренажной подготовки. Вопросы есть? Разойдись. Загорание табло светового, остаток 270 литров. Признаки отказа. Загорание в световом режиме красного светового табло на левой приборной доске. Загорание красного аварийного табло на правой приборной доске у правого летчика. Действие экипажа бортовым. Технику дать команду проверить остаток топлива по бакам. Казалось бы, к полету готовы. Но не все так просто. После тренировки зам полетной подготовки командира полка проверяет готовность летного состава. Проверка начинается со знаний основ аэродинамики. Затем моделируются нештатные ситуации, особые случаи в полете и варианты действия экипажа. Разобраться лучше во всем, как говорится, на берегу, а в данном случае на земле. Действие уменьшить режим работы двигателя, не допуская падения оборотов ниже 92%. Торможением скорости установить скорость 120 км в час. По показаниям приборов определить отказавший двигатель, дать бортовому технику команду на закрытие стоп-крана и перекрытие пожарного крана отказавшего двигателя. Если все настолько непросто и рискованно, в чем же притягательность летной профессии? У каждого ее представителя найдется свой ответ на этот вопрос. Одно известно наверняка, сюда попадают самые преданные, выносливые, психологически устойчивые, смелые и ответственные люди. Я из семьи военных, отец был военным летчиком, поэтому с детства мне хотелось тоже быть вертолетчиком, летательным вертолетиком. В военном училище, именно в летном, больше всего учится, это 5 лет и 3 месяца, как и получилось у меня. Летчик совершенствуется от каждого полета, то есть на протяжении всей своей летной деятельности, летной работы. Говорят, что самый лучший летчик – это тот летчик, который летает постоянно. Поэтому нам необходимо повышать свой уровень, выполняя полеты, проводить тренировки. Важно отметить, перед каждым полетом экипаж в обязательном порядке проходит медосмотр. Однако имеет значение не только физическое здоровье, но и психологическое состояние человека. Вертолетчикам зачастую приходится сталкиваться с экстремальными ситуациями, а выявить ментальную проблему и справиться с ней помогает психологическая служба. Важно то, что все военнослужащие допускаются до работы с оружием или к полетам только на основании заключения психолога. В начале службы или после перевода из одной войсковой части в другую общение с психологом также обязательно. Вертолетчики посещают этого специалиста на регулярной основе. Экипаж к полету готов. А вертолет? Сразу можно обратить внимание, как военнослужащие любят – защищают свое судно от осадков. Даже на лопасти надеты чехлы. Подготовка летательного аппарата проводится перед каждым полетом. В начале приемка судна проводится проверка целостности всех печатей. Бортовой техник продолжает выполнять предполетную подготовку. Проверяются все системы. Осматриваются механизмы двигательного отсека. Интересный факт. Гидравлическую систему вертолета специалисты сравнивают с кровеносной системой человека. Относятся к ней также с особым вниманием. Ощущается по-настоящему профессиональный подход. То, с какой ответственностью, знанием своего дела специалист подходит к подготовке вертолета. Насколько досконально осматривается абсолютно все – от шасси до двигателя. И так перед каждым полетом. Товарищ майор, предполетная подготовка выполнена в полном объеме. Заправка топливом – 4400 литров. И даже после такой тщательной проверки бортового техника специалист проверяет вертолет еще раз вместе с командиром экипажа. Такой двойной контроль. Двигатель запускается. Винт начинает стремительно вращаться. Проводится проверка всех механизмов. Но лететь еще не время. И прежде чем вертолет оторвется от земли, экипажу необходимо пройти еще один важный этап подготовки – предполетные указания. Руководящему составу должите готовность к выполнению полетов. Начальник штаба. Товарищ полковник, заявки на использование воздушного пространства прошли. Разрешение на полеты получено. Доклад принял. Саживайтесь. Командир полка принимает решение лететь первым. Первый летящий я-202 проведу до разведки средств связи этого полета своего запасных аэродрома. Фактическую, метеорологическую, орнитологическую обстановку на аэродроме Чикаловский, на запасных аэродромах, прогноз погоды по данным аэродромам, доложит дежурный инженер Синоптик. 8 баллов средних, видимость 10 километров, ветер 240 градусов, 8 мес в секунду, 2 градуса температура, 68% влажность, давление 750,3. После доклада всех служб командир принимает решение о проведении полетов. Принимаю решение на выполнение полета. Товарищи офицеры, счастливого полета. И вот остаются считанные минуты перед полетом. Для нас они стали самыми волнительными, но вовсе не из-за страха высоты. После такой подготовки, которую нам посчастливилось наблюдать, отправиться в полет с настоящими профессионалами своего дела. Доверить своей жизни не страшно. И даже после контроля готовности летательного аппарата его еще раз проверяют непосредственно перед взлетом. Вертолет отрывается от земли. Судно на мгновение зависает в воздухе, словно демонстрирует свое основное качество, прежде чем отправиться высоко в небо. С высоты открывается удивительный вид. Отмечу, мы даже не почувствовали, как взлетел вертолет. Вот оно, мастерство пилота. И такая мысль приходит на ум. Что если бы все люди относились к своей работе с такой же ответственностью? Как бы изменилась наша жизнь? Кто-то скажет, что дело в специфике деятельности. Не все профессии требуют такой самоотдачи. И, возможно, будет прав. Военнослужащие выполняют свой долг. Они – защитники Отечества. Товарищи военнослужащие, уважаемые ветераны, дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Счастья вам, здоровья, мирного неба над головой, достижения новых горизонтов. Удачи и успехов во всем. Мы присоединяемся к поздравлениям. Желаем военным летчикам, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок. Мы говорим спасибо всем, кто верой и правдой служит Родине. Редактор субтитров А.Семкин